История уральского кадетства началась в 2003 году, когда на базе 5-й общеобразовательной школы открылся первый кадетский класс, состоящий из 23-х человек. Ребята развивались интеллектуально и физически изучали основы военной службы. Сейчас в кадетском корпусе 7 специализированных классов, в которых учатся 149 ребят. В прошлом году шестиклассник Дмитрий Панов принял важное решение и вступил в ряды уральских кадетов. Теперь у него есть специальная военная форма. У курсантов свой распорядок дня и программа обучения. Помимо обязательных общеобразовательных предметов у них проходят дополнительные занятия. Я решил пойти в кадетский класс для того, чтобы обучиться дисциплине, научиться разбирать автоматы. И для того, чтобы когда я вырасту, то я смогу пойти в кадетское училище. В 2005 году в кадетском корпусе Урая создали школьный историко-патриотический музей «Поиск». Еще через два года здесь открылся отряд «Патриот». За это время поисковики побывали в 21-й экспедиции. Подняли с мест сражений останки 288 бойцов. Нашли 28 медальонов, 11 из которых удалось прочесть. Поисковики активно участвуют в окружном проекте «Вахта памяти», а также в «Всероссийском фронт». Больше всего за время учебы мне запомнились выезды на всякие разные соревнования. Например, поисковые слеты. Также я поисковик выезжаю там. Западный фронт выезжал уже, вот три поездки у меня было. И на казачьи сполох. И на всякие соревнования мы выезжали и занимали призовые места. В 2011 году на базе 5-й городской и кадетских классов создан Центр патриотического воспитания. Он помогает привить любовь к родине ребятам из других школ урая. Здесь проводят мероприятия не только городского, но и окружного уровня. Наставниками мальчишек и девчонок становятся офицеры-воспитатели. Вадим Литинский несколько лет назад окончил кадетский корпус, а сейчас вернулся в родные стены, чтобы преподавать дисциплины подрастающему поколению. Дисциплин достаточно много, начиная с поисковой деятельности и заканчивая группой интенсивной нагрузки. То есть, как сказать, спектр широкий. То есть, занимаемся доп. образованием прикладным военным блоком. У кадетского корпуса урая огромное количество наград. 14 раз воспитанники становились победителями в номинации «Лучший кадетский класс» Ханты-Мансийского автономного округа в региональном конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе. В 2012 году переходящее знамя по решению комиссии навсегда осталось в школе номер 5. И вот сейчас это знамя, которое было изготовлено заново, переходящее знамя, оно вновь у нас. В этом году мы тоже победили в этой номинации. И, естественно, для нас это уровень определенный, стабильный, я бы не сказал даже не определенный, но высокий уровень. Неоднократно воспитанники кадетского корпуса становились лауреатами премии губернатора Югры и главы города Урая за успехи в области гражданско-патриотического воспитания. Немаловажно и то, что ежегодно несколько выпускников выбирают для себя профессию военного, без труда поступая в специализированные училища или вузы.